Привет, дорогие друзья! Как обещал вчера вечером, вашему вниманию печальная история того, как один человек, имея гражданскую позицию, имея все законные основания и права, попытался побороть одну маленькую точку на базаре по продаже сигарет. Оказалось, что государство в лице национальной полиции в городе Одесса посчитало его не помощником, а посчитало его проблемой и сделало все, чтобы нейтрализовать не проблему, а нейтрализовать этого человека. Сразу скажу, чем закончилось наше интервью. После нападения, пробитых колес, уничтоженного автомобиля, наш герой был вынужден спрятать своего ребенка, увезти его из дома и, откровенно говорит, что готовится к эмиграции из Украины. Приятного просмотра! Давай начнем с конца этого процесса. То есть вот это видео твоей машины, которую за ночь просто разбили в хлам, уничтожили, вот сейчас это видео видят зрители, это стало финалом некоего процесса, некой твоей борьбы против, я так понимаю, сигаретного нелегального бизнеса в Одессе. Вот расскажи кратко, ты ночью проснулся, услышал, что разбивают твой автомобиль. Я правильно понимаю? Привет, Женя. Понимаешь правильно, и я надеюсь, что это финал действительно, а не какая-то промежуточная часть данных инцидентов, про которых я даже в самых страшных фантазиях не думал, что могут быть такие последствия из-за моей гражданской позиции, скажем так. Проснулся я ночью в 2 часа ночи от того, что услышал, что звук разбитого стекла и какие-то тарабанения, удары сильные и так далее. Подорвался, пробежал через комнату ребенка, в которой я сейчас сижу, и вот это вот окно в данный момент, оно, если ты не против, я покажу вот сейчас, в данный момент, там, вот, если видно. Машина стоит. Да, она упакована в черную ленту, мы ее пока переставить не желаем. Открыл окно, увидел, что уже горят сигнальные огни, сигнализация, и увидел там какие-то 3-4 человека убегает вдаль. Я уже понял, что уже спешить некуда, поделся, все спокойно, вышел, зафиксировал факт того, что автомобиля, ну, я немножечко был в шоке, да, что теперь автомобиля у нас нет. Приехала опергруппа там в районе 3 часов ночи. Завление ты написал? Я написал заявление, в пояснении к заявлению я, в пояснении я указал на что, ну, какие у меня подозрения, с чем это связано, и добавил додатки всех моих предыдущих историй, связанных с данной моей деятельностью. Хорошо. Следствие как отреагировало? Открыли уголовное разбирательство досудебное? Ну, во время того, как я подавал заявление в автомобиль у следственной оперативной группы, я сразу же у следователя, девушка была, увы, у меня нет данных ее, говорю, вы в данный момент видите какие-то, говорю, как-то будет это квалифицироваться, какая-то уголовная ответственность, ну, уголовное дело, либо административное правонарушение. Говорю, вы же следователь, вы должны сейчас уже как бы видеть на глазах, потому что ситуация налицо, да, скажем так. Она мне отвечает, я не знаю, ваше заявление утром пойдет на роспись начальству, и начальство решит, что да как. Так, и в полпятого вечера мне перезвонил опять же этот дежурный, Дмитрий Владимирович. Ваши материалы переданы участковому по району. При этом я спрашиваю, ну, если участковому переданы, значит, никакого криминального правонарушения начальство не увидело в этом деле. Да, добрый день. Владимир Владимирович, да, 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 Хаджибеевский, полиция. Да. Девито, ваше заявление ушло на службу участковых? Угу. А там криминала не увидели, да? Не обращаю, да. Ваша заявка расписана на службу дельмечный, дельмечный, дельмечный на Кай, Краснославовская, 44. Ну, в принципе, все. Вот такая была реакция. А начальник Хаджибейского райуправления Александр Кучугура, правильно? Ну, во всяком случае, на него идут заявления, я с ним лично не общался, лично-лично не видел. Единственное, с кем я лично общался, это с начальником участковых, ну, там как по-другому должность называется, в данный момент я не помню. То есть, фактически они не видят в этих действиях никакого преступления, да? При этом, да, при этом, 1 февраля в 9 утра были пробиты колеса на автомобиле ножом, соответствующие заявления я тоже оставил. Ну, никакой реакции до сих пор нет, у меня только есть номера ЖЭО, и эти материалы находятся у участковых на рассмотрении. Хорошо, давай вернемся чуть раньше к событиям. Что, по твоему мнению, послужило причиной того, что тебе уничтожили автомобиль? Вот та деятельность, которую ты вел с ноября месяца. Я, честно говоря, был шокирован, когда увидел там фото-видео какой-то маленькой, небольшой точки с сигаретами, которая привела вот к таким вот серьезным последствиям. Расскажи, что это за точка, и какие действия ты предпринимал в отношении Индии? Действий особых я не предпринимал. Очень простой алгоритм. Фото-видео фиксация, ну, проходил фото-видео, делаю, звонил 102, оставляю заявление, если приезжает. Если приезжает полиция, я пишу заявление физически, не приезжает, да и не приезжает. Почему фото-видео фиксацию начал делать? Потому что были просто звонки на 102, говорю, вот такая вот ситуация, прилавок номер 4, адрес, идет торговля табачными изделиями без акциза и так далее. Приезжает полиция, и мне, а где что, потому что, опять же, наверное, немножечко назад заскочу, после каждого звонка на 102, даже если я там не появлялся на рынке, и меня не видели физически, результата через 5-10 минут собирала весь товар, прятала его, и где-то по территории рынка ходила, ждала, пока приедет полиция. А если полиция даже в тот день не приезжала, она просто даже не собиралась. То есть у меня были уже мысли о том, что утечка где-то на 102 идет. То есть после 102, после звонка на 102. То есть фактически ты видишь нелегальную продажу сигарет, без акцизных марок, звонишь на 102, через несколько минут происходит звонок продавцу, продавец складывается, уходит. Полиция не приезжает. Если она приезжает, они говорят, чего вы нам звонили, тут ничего не происходит. Я уже после этого начал делать фото-видео фиксацию. Предоставлять свободникам полиции. Сколько по времени, когда вот появилась эта точка? Я ее увидел 11 числа, может быть чуть раньше. 11 ноября 2020 года. По сути, 3 месяца примерно. Мое первое заявление физическое, и скорее всего, это был первый мой звонок на 102. Уже прошел длительный период времени, у меня в голове очень много одинаковых ситуаций. То есть по сути ты, будучи сознательным гражданином, видишь точку с нелегальной деятельностью, звонишь на 102 и ожидаешь какой-то реакции со стороны правоохранителя о прекращении ее деятельности. Это, на мой взгляд, это так должно работать, потому что государство везде вещает, что не хватает денег в бюджете, что там вот все сложно. А тут вот на ровном месте идет нелегальная торговля, и государство, я не знаю, какие суммы, просто-напросто проходит мимо бюджета в данный момент. И я, как сознательный гражданин, который хочет жить в нормальном государстве, где все нормально, в рамках закона, сделал ничего сложного. Я ни с кем не дрался, ни с кем-то не ругался. Делаю заявление на 102 и фото-видео подтверждение того, что это правонарушение есть. Потому что приезжавшие полицейские мне говорят, мы ничего составить никаких не можем документов, либо еще чего-то, потому что вот никого в данный момент нет. При этом я прошу провести протилактические действия, да, что я объяснял каждому патрулю, который приезжал, что у вас где-то утечка на 102. Как мне действовать, вы мне подскажите, чтобы вы приехали и действительно кто-то был. Какая была реакция на то, что ты звонил, ну вот ты увидел, позвонил, увидел, позвонил, там 10 раз позвонил, какая-то ответная реакция. Кроме того, что они просто приезжали и выезжали, с остальной полиции было, они открыли какое-то уголовное дело. Или тебе звонили какие-то другие люди, спрашивали, что ты туда лезешь, ну что происходило. Да, было несколько звонков, опять же, с неизвестных номеров. Полиция сейчас тоже вот так вот работает, я не могу понять, патрули приезжают, у меня звонок с неизвестного номера. Дмитрий Владимирович, никто не представляется, Дмитрий Владимирович, это патрульная. Или, Дмитрий Владимирович, мы приехали по вашему вызову, точно так же я 102 делаю, человек собирается, уходит, звонок с неизвестного. Ну что, Дмитрий Владимирович, хочешь, чтобы все было по закону и будет тебе по закону, ну там соответствующими матерными словами. Фактически, ну фактически угрозы звучали. Фактически, да, из неизвестных номеров и на тот номер, с которого я производил вызов на 102, то есть это все там буквально в 50-10 минутах после моего звонка на 102. Было таких несколько звонков, ну вот как бы так. То есть, по сути, это означает, что полиция вместо реагирования на факты, которые ты излагаешь, они реагировали, передавая информацию о тебе владельцам, совладельцам. Я этого утверждать не могу, это лишь мои догадки, но логическая сухоль говорит об этом, что именно так это происходило. Никакой реакции, в принципе, вообще не было. Начиная вот с 11-го числа, как я, можно так сказать, вляпался в это дело, я себе знал, что будут такие последствия, я бы никогда в жизни этого не сделал, потому что просто для меня это шок в данный момент. Для меня моя семья вот просто в шоке. Я сейчас, если вы видите, нахожусь опять же в детской комнате, ребенка мы вывезли в данный момент, увезли, потому что вот такая вот ситуация, комната, окно здесь, детская комната и так далее. Страшно. Да, что в голове у этих людей, что они готовы предпринимать дальше? Да, из этого ларька вот такие вот последствия, может быть такая ответка. Никогда бы в жизни я... Хорошо, как развивались события? Ты звонишь, пишешь заявление, тебе перезванивают, говорят, не лезь. Дальше что происходило? Дальше, в очередной раз 22-го декабря я зашел на рынок, зафиксировал факт этот, зная, что уже этот алгоритм, что реализатор будет собираться. Я возвращаюсь, думаю, зайду еще раз, собирается она или нет. Она не собиралась. Я еще раз зафиксировал, потому что там была реально очередь, понимаете, очередь, очередь. Зафиксировал и спрашиваю, говорю, что ты вы сегодня... Ну, я всегда культурно общался с этой девушкой и объяснял ей, что у меня не к ней претензии, а претензии. Хотелось бы, чтобы просто-напросто прекратилась эта торговля, потому что я объяснял ей, что последствия для нее могут быть по закону, но никак не для тех людей, которые эту точку держат. Собственники этого бизнеса. Она что-то хихихаха, я ухожу, и она начала меня с телефоном преследовать, снимать меня на видео. А что вы за мной бегаете? Хотите узнать, откуда я, девушка? Можете ко мне в гости зайти. А что это вы за мной бегаете? Познакомиться хотите? Или хотите взять меня на работу, торговать сигаретами? А есть акциз на этих сигаретах? Давайте посмотрим. А где же акцизные марки украинские? Ай-яй-яй, ничего нет. Куда-то звонить, я возвращаюсь, ну, еще раз снимаю это видео, разворачиваюсь, уходить, делать звонок на 102, и... Почувствовал, что меня кто-то крепче взял за правое плечо и начал дергать, как собачку-тряпку, я не знаю, как тряпку-собачка. Поворачиваюсь, смотрю, мужчина крепкого телосложения, рост метр восемьдесят пять, и там матами, что ты что, доиграл, что я? Что происходит? Ну, думал, если еще разговариваю, значит, еще не бьются, все будет, ну, в рамках разговора. И он поворачивается к той девушке, потому что это как раз на выходе с рынка было, и у нее спрашивает, этот, этот, кричит, она ему кивает. В этот момент у меня натягивается капюшон, мой же, на голову, и летят удары в затылок. То есть я почувствовал... То есть, по сути, по сути, по сути, по сути, на тебя напали, просто напали. Началось избиение, и с левой руки у меня пытаются вырвать телефон. Телефон я скинул на пол и начал, грубо говоря, отбиваться. Ты успел, ты успел сфотографировать, снять на видео нападавших? Да, да, одного, одного из вот этих, тот, который меня держал за руку, я его хотел снять. А мы сейчас зрителям, зрителям покажем эту фотографию, это один из нападавших. А вот эта фотография, это молодой человек, который напал вот сзади на меня со спины, натянул капюшон и бил меня в затылок, да. Заявление, заявление в полицию по этому поводу ты писал? Конечно, я его подал в полицию 23-го числа, потому что понял, что тут уже надо подходить более серьезно к этому делу. Я посоветовался с юристами, нанял юристов, мы написали заявление, заяву про злочин, поведомление про злочин, и подал я его 23-го числа. С додатками, почему это произошло, снял, записал CD-диск со всеми видео, которые у меня до этого были, включая фото данного нападавшего, ну и все. То есть мотивация нападения на тебя, в принципе, эта мотивация была понятна для правоохранителя, ты ее подложил, не просто я шел по улице, на меня напали неизвестные. Я полностью описал в том заявлении, потому что... Как отреагировали? Уголовное дело было открыто? Да никак не отреагировали. Уголовное дело было открыто, но об этом я узнал только в заседании суда 14 января, когда я оскарживал бездеяльность правоохранных органей, потому что со мной никто не связался по поводу... То есть опять же таки это хаджибейское РОВД, да? Да, да, да. В заседании я узнал, что был открыт ЕРДР, но был открыт по 125-й статье, это легкие телесные, при том, что четко мы с юристами указывали на то, что все эти действия, которые были, подпадают под 126-ю статью. Там телесных повреждений как таковых у меня не было, пытались отобрать телефон, и два человека меня били. Причинили боль и так далее. Там в 126-й статье все это указано. ЕРДР был открыт 23-м числом, в 28-м закрыт, никаких процессуальных действий со мной не было проведено. То есть мне даже не звонили о том, что вот Дмитрий Владимирович, что там произошло, может вы там расскажете со своих слов, потому что бумага это одно, никаких действий не было. Я не получил никакой информации, подал в Карлу в Суворовский районный суд о том, что бездействие полиции и так далее. Как уже раньше говорил, узнал, что было открыто ЕРДР по 125-й статье, но при этом и игнорировалась 204-я статья, которая связана с торговлей и хранением и так далее под акцизных товаров. На что следственный судья указал в этой постанове, что не надбались. Со стороны сотрудников полиции. Какие дальше действия полиция предпринимала? Да никаких действий таки не было от полиции. В том-то и дело. Вообще до сих пор никаких действий от полиции нет. Потому что я поехал на руки, получил копию постановы про закрытие криминального проваджения и подал оскаржение опять же в Суворовский районный суд по поводу закрытия этого криминального проваджения по 125-й статье. И это мы тоже оспорили, и судья тоже обязал возобновить уголовное дело и открыть его по 126-й статье. До сих пор никаких действий от полиции нет. Я не ожидал, думал, что та острая фаза, в принципе, назову так, бандиты, испугаются того, что вот в принципе было, что там была драка, что я написал заявление, что кого-то будут искать, потому что для меня, мне казалось, что в принципе все просто. Пришли каждый день, девушка-реализатор стоит на своем, скажем так, рабочем месте. Следствие пришло, ее опросило, кому она звонила, ну, я, наверное, фильму насмотрелся и слишком там в облаках летаю. Опросили ее, сняли какие-то билинги с телефона, кому она звонила в то время, вычислили этих ребят, при том, что у меня есть там фото одного из них. Ну и в принципе все. Ну да, это ж не проблема из фотографии человека. С учетом того, что в данный момент я знаю, что меня нашли, когда пробили колеса и разбили автомобиль, по непроверенным данным меня пропилинговали по номеру телефона, с которого я делал звонки на 102. И четвертого часа в два часа ночи, в ночь с третьего на четвертого произошло вот то, что произошло. Это подарок я своей женщине сделал, жене. Ты говорил еще про то, что у тебя есть бизнес, на который тоже уже начались какие-то, вокруг которого начались странные движения. Да, в двух словах с товарищем мы открыли пивной магазин-бар на территории жилого комплекса, который находится за территорией города Одессы. Ну и в принципе он, можно так сказать, только для того комплекса. И вчера, получается, второго числа, когда вот это мне пробили колеса, я возвращаюсь туда, опять заехал на территорию рынка, зафиксировал факт, позвонил 102. И когда видеофиксацию делал, какой-то из прохожих, который там спрашивал, что сигарет сегодня не будет, а чего, я говорю, ну как бы вот я здесь нахожусь, когда я здесь нахожусь, сигареты не продаются. Он говорит, а, так ты не переживай, к тебе туда за поселок Котовского уже едут. Я немножечко не понял ситуацию, говорю, за какой поселок Котовского? Ну ты же знаешь, туда-туда, за поселок Котовского. И вот вчера мне мой товарищ, который является собственником и, соответственно, реализатором, барменом и так далее, пишет, Дмитрий, к нам пришли общественники проверять кассовый аппарат, лицензию и так далее. То есть, видео я вам там предоставил, можете посмотреть. Он у них спрашивает, ребята, а что вы тут забыли? Ну, откуда вы нас узнали? Ну, было, говорит, сообщение на горячую линию, что вот здесь вот так вот. Они ему показали удостоверение, но он его не сфотографировал. То есть, там пришел человек, 15 минут сидел, что-то там смотрел, постоянно снимал на видео. Ну, у нас там видеокамеры повсюду. И видно, как человек перед тем, как зайти в помещение, включает на телефоне видеозапись. И все время вел видеозапись того, что происходит в помещении. Потом попросил, ну, совершил покупку, попросил чек. У нас, ну, не слава богу, а у нас все там правильно. Ему предоставили чек. Он потом, а можно посмотреть на лицензию. В это время зашли еще три молодых человека в помещение. Такие молодые, спортивное телосложение. Он им все это предоставил. И у них, как бы, уже никаких запытаний не было. Ну, вот он у них спросил, откуда вы взялись. Он говорит, вот, там было сообщение, что вот здесь вот так вот. Мы ходим, проверяем. Как, ну, вот мы с ним, я в том пересматривал видео. Вроде как, громадская организация Украины «Едний закон и порядок». Вот такая вот, если я не ошибаюсь. «Едний закон и порядок». Ну, проверим, да, посмотрим. Я данных не нашел. И он говорит, что созвучно это, потому что он немножечко был в шоке. Ну, мы с ним общаемся на эту тему. Чтобы вы понимали, в ночь на 3-е число он мне привез домкрат. Потому что я собирался там 4-го менять колеса, там ехать за ними. И мы с ним обсуждали. Я был в шоке. Я говорю, представляешь, Саша, что из-за вот этого лотка сигарет вот такие вот действия могут быть. Я говорю, я был в шоке, когда на меня напали. Я говорю, а тут они тратят усилия, ресурсы на то, чтобы меня найти и пробить колеса. Насколько это все ужасно и страшно. Я же ничего такого не сделал. Я там никому, никакой там наркомафии помешал, либо еще что-то. Твои дальнейшие действия. Вот куда ты сейчас думаешь обращаться, на что ты надеешься и где, в принципе, искать защиты? Уже, наверное, несправедливости, тебе уже защиту нужно. Я вот даже не знаю. Я записался на прием к народному депутату завтра, Артему Дмитруку, потому что... Ну, это не наш районный депутат, не с нашего Сваровского района. Мне кажется, что он там близок по духу. Будет мне. И, в принципе, я не знаю. Я даже не знаю, о какой защите может быть речь, потому что никаких действий со стороны правоохранительных органов, которые должны как-то реагировать на это дело, в принципе, нет. То есть мне там объясняют, что там по-правильному вы должны кого-то где-то ждать. Я говорю, по-правильному с 11 числа уже, в принципе, этой торговли не должно быть, потому что она систематическая каждый день. Фактически, твои обращения к правоохранителям и привели к тем проблемам, которые есть на сегодняшний день? Фактически, да. Возможно. А возможно, моя уже работа с юристами через суды, это то, что мы заставляли, скажем так, правоохранительные органы пооткрывать уголовные дела именно по тем фактам, которые были изложены в заявлениях. Может быть так. Четко, либо это звонки на 102, просто-напросто то, что я делал регулярно, да, фиксировал, либо ухвалы суда. Опять же, все... К начальнику Одесской полиции ты не обращался к коллегу Бэху, который... Нет, потому что я думал, я надеялся, что все хорошо, потому что когда приезжали полицейские, они все, да, да, с пониманием, все, начальник участковый, да, да, с пониманием, говорит, мы там работаем. Слушай, но твоя история на самом деле настолько печальная, настолько показательная, вот когда я как журналист, когда там делаю какие-то свои журналистские расследования, они, как правило, касаются каких-то больших, сложных процессов, каких-то серьезных схем, и мы все надеемся, что где-то что-то вот после расследования должно меняться. А тут попадает, ну, фактически, бытовое мелкое правонарушение, которое должно устраняться правоохранителями вот так вот, по щелчку. Оно приводит к тому, что человек, который пытается изобличить это преступление, человек попадает просто под каток жуликов, бандитов и силовиков, которые, ну, откровенно не то, что саботируют, а, похоже, вот, исходя из хронологии событий, содействуют тому, чтобы наказать не правонарушителей, а наказать тебя за то, что ты выявил и привлек внимание к этой проблематике. Это страшно, в целом это страшно. Страшно моей семье в данный момент, потому что я же вам говорю, я ничего такого сверху не влазил в какие-то там схемы, какие-то там какие-то мафиозные структуры. Одна точка, которую я бы даже, по сути, я бы их не преследовал, да, ну, вот есть факт, который я вижу, я как сознательный гражданин просто звоню 102, да, говорю, вот здесь проходит правонарушение, а каждый день происходит. Пожалуйста, как-то отреагируйте. Но они отреагировали, отреагировали очень эффективно, то есть, наверное, дальше тебе уже лезть не очень хочется. По сути, да. Единственное, что вот, ну, я своей жене говорил, что тяжело жить в этом государстве, и даже комментарий я смотрел к вашему превью, что, да, прямая дорога иммиграции. Что здесь делать? Если я звоню 102, и полиция вместо того, чтобы как-то реагировать, да, не меня защитить, даже не меня защитить, как-то реагировать, я, она не реагирует, и я получаю вот такую вот ответку от правонарушителей. Я в шоке, на самом деле, вот реально в шоке. И вот моей жене там звонил какой-то один из начальников, возможно, или что, и говорил, что не стоит делать этому резонанс, потому что это кормушка всех наших силовых структур. Поэтому и нет никакой реакции, в принципе. Поэтому все эти точки, многие, это целая корпорация, как я понимаю, они защищают свои инвестиции всеми целями. Потому что я не знаю, сколько должна приносить эта точка, с которой я борюсь, чтобы нанять отморозков и пойти вот на такие вот дела, если это делали какие-то отморозки. Ну, для меня вот просто шок. То есть это корпоративная этика у них такая, или что, защищать свои инвестиции любой ценой. И не надо, не стоит делать резонанс, потому что в любом случае может быть только хуже, не будет, может быть только хуже. На что я своей жене говорю, что если мы вскроем это, то ребята могли затаить обидку, и через полгода что-то может произойти подобного характера, может быть. Все что угодно может быть, и мы уже ни к чему это не привяжем, потому что, ну, как таковых предпосылок к тому, что там может произойти, не было. Будет отдельный частный случай, как в данный момент мне Хаджибельский райотдел ответил, что криминала мы не видим. Ну, просто побили машину, просто побили машину. Ну да, человек уничтожили машину, перед этим порезали колеса, перед этим напали, побили. Участковый, наш районный участковый с этим будет разбираться, которого я с 11 ноября ни разу не видел, не общался с нашим районом участковым, при этом, что я каждый день, практически каждый день систематически оставляю заявление. Также могу, ну, как бы добавить к тому, что полиция как реагировала на мои заявления, они приезжают, допустим, никого нету, вот эти звонки с неизвестных номеров, и там, я сотрудник полиции, говорит мне, мы тут приехали, ты что, с нас прикол тянешь, или что, ну, вот такие, вплоть до таких вот разговоров. То есть они уже откровенно стали раздражаться на твою деятельность? Да, потому что мне тот сотрудник говорит, я не местный ваш участковый, я сегодня на сутках на дежурстве, ну, как я на дежурстве, постоянно вот эти вызовы от тебя на 102, мы приезжаем, никого нету. Я говорю, ну, в таком случае давайте будем составлять на меня протокол о ложном вызове, ну, раз так получается, я вижу так, он, да, давай, приезжай в Хаджебеевске, сейчас все будем делать, все распишем. При этом мы там вот готовили как раз жалобу во внутреннюю безопасность, это на 30-е число января, кажется, если я не ошибаюсь. Я приехал, вот сидит молодой человек участковый, я говорю, ну, вот здравствуйте, вот он я, давайте будем составлять материалы дела о ложном вызове. Я говорю, ну, что ты так вот это вот начинаешь, постоянно вот эти вот нас закидываешь, я говорю, и у меня там было вообще вокал с том, что я их не дождался на месте правонарушения, я говорю, ну, у меня как бы есть личная жизнь, я говорю, я увидел факт, оповестил полицию, дальше вы там делайте как надо, если надо, я приеду, оставлю пояснение либо заявление. Говорю, ждать мне вас... Ну, то есть они уже стали выискивать просто повод для того, чтобы... И он мне там отвечает, по-правильному ты нас должен ждать, я говорю, вы мне скажите, где какая-то законная норма, норма закона, которая меня обязывает ждать на месте этого правонарушения. Не, ну, по-правильному, я говорю, по-правильному, с 11-го числа уже этой точки не должно было быть, и все. Вот здесь вот это по-правильному. Хорошо, давай попробуем, да, попробуем посмотреть, как отреагирует полиция, как отреагируют наши правоохранители на медийное освещение этой ситуации. Я от себя лично, от своих подписчиков хочу пожать тебе руку, поблагодарить за твою позицию, я, к сожалению, в Киеве, ты в Одессе, не могу это сделать лично, но такие люди, как ты, с такой позиции, они действительно потихоньку сдвигают нашу страну и не только показывают проблемные места, но и доказывают, что можно самому бороться и добиваться какой-то справедливости. Мы тебя будем поддерживать в этой истории, и я думаю, что с какой-то результативной частью, по прошествии какого-то времени, выйдем к зрителям с информацией о том, что же произошло у нас дальше. Спасибо тебе большое, Дим. Одну секунду уже. Мне кажется, ты ошибаешься по поводу того, что моя позиция что-то доказывает, что что-то можно изменить. Люди с моей позиции покидают страну эту, потому что ничего нельзя изменить. Ну вот на данный момент я реально в шоке. И я понимаю, что, возможно, вот это вот дело, которое сейчас произошло, это один из факторов того, что я буду покидать государство, эту страну. Просто-напросто. Сейчас я уже над этим думаю, что и, возможно, буду искать политического убежища в каком-то государстве, исходя из того, что происходит. Обычный ларек, минус машина, семья в шоке, ребенок перепрятан. Но это хуже, чем в 90-е. Страшно, Жень. Ну вот реально страшно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!